Добрый день! Мне кажется, на пользу всем нам пойдет, в том числе и мне, поэтому я очень рад, что мы здесь собрались, тем более, да, Новогорск уже родной стал. Вопрос такой, до игры в Сербии буквально несколько дней, пауза короткая, сейчас сложный график в РПЛ, как здесь приходится, может быть, с точки зрения подготовки себя вести, больше восстанавливаться, или вот как сам чувствуешь по своему состоянию, вот как в эти три дня нужно правильно поработать? Ну, чувствовать можно все, что угодно по состоянию, все равно у нас есть тренерский штаб, есть медицинский штаб, они, думаю, сейчас посмотрят каждого, плюс мы с датчиками работаем, я думаю, они внесут коррективы. Всегда здесь был индивидуальный подход, поэтому, я думаю, они все правильно сделают и каждого подготовят непосредственно к игре, и лучшие на данный момент, наверное, выйдут в составе, и я думаю, что это будет для всех хорошо, в плане того, что сейчас вот нужно вот этот прям два-три дня именно хорошо подойти к игре, потому что Лигу нацию надо начинать, тем более дома, с победы. Артем, много травмированных футболистов оказалось сейчас, причем таких, ну, что называется, узнаваемых и ведущих, как это скажется на подготовке команды, на ее боевом духе, на настроении? Ну, конечно, в любом случае, любая потеря для нашей сборной, это существенно, понятно, что самым, наверное, особняком, что Саня Головин получила это повреждение, конечно, его будет очень сильно не хватать, но надеюсь, что всегда, когда одного человека, двух не хватает, это, конечно, потеря для нас, но нужно находить резервы, потому что в команде много футболистов, 25 человек, народу много, футболистов, надеюсь, тоже, поэтому должны как-то суметь, я думаю, тренерский штаб придумает, как что-то. Впервые вызван в сборную мостовой, он твой одноклубник, что о нем скажешь, вот именно, потому что первый раз человек приезжает, это всегда особое событие, сам проходил это и знаешь. Ну да, так стараюсь его подбадривать, очень рад за него, он молодец, мне кажется, в хорошем направлении движется, в Сочи блестящий сезон провел, очень уверенно, и, я думаю, заслужил такой аванс, и своей игрой, надеюсь, будет доказывать, что достойный, еще не раз будет вызываться, поэтому молодые ребята появляются, это очень радует. Журналистам интересно твое мнение по поводу перехода Алексея Мирончука в Аталанту, как ты считаешь, готов он к этому, и вообще, что значит переходы, вот молодых, прежде всего, ребят в зарубежные топовые чемпионаты? Я думаю, что это, прежде всего, его решение, его нужно поддержать, я думаю, что это круто для него, то, что поехать в Аталанту, очень такая интересная, с очень неординарным и сильным тренером, Гасперини, по-моему, поэтому это очень, мне кажется, для него такой большой вызов, интересно, чемпионат итальянский непростой, поэтому ему нужно будет перестраиваться, многому учиться, но я думаю, если он к этому готов ментально, я думаю, что он может вырастить в большого футболиста и прибавить прям намного еще больше, поэтому он молодец, пошел за своей мечтой, и я думаю, что мы все ему только желаем, всего самого лучшего у него получилось, будем за него болеть, переживать. Еще вопросы вот от представителей СМИ, пока не очень много голов и, что называется, передач вот в новом уже сезоне, может быть, с чем это связано, тяжело входишь или какие вообще, сам что видишь по этому поводу и что можешь сказать? Ну, график очень плотный, очень много игр подряд и психологически, прежде всего, немножко так вот не хватает эмоций, немножко подсели, батарейка подсела, поэтому тут это очевидно, понятно, но ничего страшного, вся борьба впереди, тут главное, чтобы команда высоко уставила, поэтому все очень быстро так все случилось, и игры, и победы тут же, и тут же не было отдыха, поэтому это все наложило свой отпечаток, поэтому ничего страшного, сильнее и злее будем. Рядом с нами буквально стоит Саша Соболев, вот здесь в двух шагах, и та история, о которой сейчас много говорили и писали, ты, по-моему, единственный, кто не высказывался, и Станислав Саламович говорил, и Саша сейчас скажет, вот этот калейдоскоп событий, вот что ты вообще о нем думаешь с момента объявления состава, с момента комментариев Станислава Саламовича, вашего разговора, и вот, что называется, вы увиделись уже здесь, в Новогорске. Ну, вообще, изначально это супер раздутая журналистами, вашими коллегами, вообще ситуация, я не понимаю, мне кажется, вообще перестали много говорить о футболе, мы больше говорим о каких-то непонятных вещах, так такового конфликта вообще, в принципе, не было, и Саше, когда мы созвонились, не было каких-то извинений или еще что-то, мы просто поговорили по-мужски, какие-то вещи, которые останутся между нами, и поздоровались, улыбнулись, и друг другу только желаем удачи на футбольном поле, поэтому вся эта ситуация болельщиками и журналистами, если честно говоря, доходит до смешного, потому что люди додумывают, люди там как-то, какие-то сказочные уже начинаются уже версии, поэтому я думаю, что нужно уже с первого дня, я поэтому и не комментировал, потому что комментировать нечего, люди придумывают на ровном месте какие-то вещи и живут, в таком современном мире мы живем, в котором любая тема, они будут ее размусоливать, пусть говорят о качестве игры, Спартака, Зенита, сборной, а не о каких-то вещах, поэтому я считаю, что это бред, я надеюсь, что с сегодняшнего дня эта тема закроется раз и навсегда, потому что уже, честно говоря, уже подташнивает от этого. Согласны, и еще вопрос вообще по форвардам, сейчас на сборе 4 человека, причем достаточно габаритных, вот и Александр, и Федор, и Николай Комличенко, с чем ты, может быть, связываешь присутствие 4-х форвардов, и как ты относишься, вот что, конкуренция в какой-то степени, может быть, даже растет с точки зрения количества, раньше было все-таки 3-2 форварда, еще и Женя Луценко травму получил. Ну, Федя, наверное, немножко чуть-чуть другого плана, в принципе, ну, у нас стилистически такая игра в сборной, все-таки, наверное, и схема, и наша игра немножко подобрана под сейчас, наверное, на данный момент под более крупного форварда, поэтому, в принципе, Федя не маленький, да, 1,87, поэтому я думаю, что это очень хорошо для нашего российского футбола, что появляется много футболистов, молодые ребята, и уже рвутся в основную сборную и своей игрой доказывают, поэтому это все, от этого весь футбол выиграет, поэтому только в конкуренцию можно прибавлять, поэтому это замечательно, будем работать все, стараться, и главное, все во благо сборной, потому что интересы сборной должны быть превыше всего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok